Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстман. Сегодня бросим первый взгляд на игру под названием BeCastled. Игра пока что в раннем доступе, то есть тут сразу на входе предупреждают, что мы пока что только работаем над игрой, поэтому могут быть всякие ошибки и баги. Но тем не менее, меня знаете, мое внимание к игре сразу привлекли вот эти вот скриншотики, которые я из игры видел. Они довольно красочные, интересные. Надеюсь, раз вы здесь в этом видео, то вас тоже зацепила превьюшка. Я какой-нибудь из этих скринов на превью поставлю. Ну а мы давайте сейчас посмотрим по настроечкам, что у нас здесь есть и сразу отправимся в игру. Так, вращать здание влево-вправо настроил. Язык. О, отлично, ребята, есть русский язык. Да, конечно, показывайте нам жизни юнитов. Это очень важно в стратегиях, если нужно там кого-нибудь раненого отвезти назад. Режим разработчика, читы, читов нам не надо. Мы будем играть по-честному. Итак, мы можем выбрать 15 дней, 30 дней, неограниченное количество дней. Тип карты. Замок на небольшом холме звучит неплохо. Или небольшой замок на холме. Что-то тут с текстом явно, когда переходишь на русскую версию, проблемы. Сложность, рекрут, ветеран, герой. Ну, давайте ветеран, хотя мне кажется, если ты только начал игру, лучше что-нибудь там типа рекрута. Ну, ладно, охота, знаете, чтобы как-то было жестко. Пускай нас несут, и мы такие, ооо, а здесь, оказывается, в этой игре думать надо. Ну, как-то так, но хотя бы пусть будет больше экшена, чем на легком уровне, и играть так. Что-то как-то просто и неинтересно. Так, ну, давайте стандарт, нейтралы, стандарт, включить обучение. Включи, включи нам обучение. Ну, и давайте, я не знаю, ну, 15 дней, вдруг это мало, давайте там, я не знаю. 15 дней, вроде как, среднячок. Ну, ладно, давайте, 20 дней и поехали. Какое-то обучение нам, вроде как, сейчас здесь должны будут рассказать. Судя по всему, я включил. Ваше Величество, выберите место для нового замка, и мы приступим к восстановлению королевства. Так, замок, замок, а как мне выбрать? Ага, вот. Так, а если я ставлю, да, то сразу вырубаются деревья. Ну, пускай где-нибудь, вон там я волков уже вижу, слушайте, там волки, тут овцы. Ну, давайте вот здесь, давайте как-нибудь ближе к золоту, я не знаю, насколько нам древесина нужна, но золото явно. Давайте вот так, да. А что, не могу? А, типа мне надо обязательно вырубить, да, что-то прежде, то есть я могу, а, я понял, я в рамках вот этого гексагончика могу. Ну, давайте вот так, ближе к золоту, насколько это возможно, чтобы рабочим меньше ходить. Мне кажется, нам золото прям нужно будет. А древесину тут, ну, тут там есть вроде. Отлично, замок построен. Обратите внимание, что клавиши ВСД помогут вам передвигаться по карте, в общем, да. Еще я могу на куе вот так вот поворачивать. У нас тут уже есть, кстати, работа, я понял твой совет. Ну да, куе поворачивать, ну, я уже в настройках посмотрел. В замке появляются новые солнечные. Их можно отправить добывать ресурс или строить. А нам как раз нужна древесина. Вам не помешает построить лесопилку и собрать 75 дерева. Так, лесопилка, ясно. Ну, давайте вот, где у нас больше всего деревьев? Ну, давайте вот здесь лесопилку. Прямо вот вокруг деревьев и так поставим, чтобы никому это не мешали. Вас надо отправить на стройку? А, нет, вон там уже один строит. Наверное, сейчас достроят и эти ребята возьмутся. А, я могу их пока что? А, погодите. Вернись строить. Куда вы там вообще ушли? Ты иди строй. Отлично. Теперь идите, добывайте древесину. Чтобы назначить рубить дерево, просто выделите одного из них и отправьте. А, отправить на лесопилку. Окей. Я, похоже, могу за раз на лесопилку только двоих отправить. Вот один у нас остался не у дела рабочий. Но он у нас, наверное, сейчас что-нибудь построит, а потом будет работать. Для восстановления королевства нам потребуется больше солнечных. Блин, ну зачем вы их называете солнечными? Потому что это советник Солкрис. Короче, у нас какое-то солнечное государство, видать. Видите, у нас тут. Теперь, когда у нас есть дерево, мы можем построить их дома. Ну, давай, дом построим. Что нам стоит дом построить? Давайте где-нибудь вот здесь построим. Подальше от лесопилки. Знаете почему? Потому что я смотрю, что вокруг лесопилки, они все равно как бы новые, похоже, деревца подрастают. Поэтому, ну, нам не нужно в эту зону лезть, мешаться. Пускай рядом с лесопилкой будет свободное место, чтобы там всегда подрастали новые деревья. И нашим рабочимам не нужно было далеко бегать. У нас, видите, у нас тут, похоже, такие гексагончики. Да, мы сможем либо это место захватить с волками, либо это с овцами. Либо вот это с золотом. Но я не знаю, что нам нужнее. Наверное, золото звучит как очень нужная вещь. Знаете, у меня почему-то вспоминается другая игра, которую я снимал. Правда, я не помню, как она называлась. Но там с викингами, да, по-моему, было связано. Так, солнечных становится все больше. Это замечательно. Но теперь нам нужно убедиться, что у них есть еда. Вам стоит захватить ближайшую клетку с едой и построить что-то для ее добычи. Чтобы захватить клетку, нажмите на нее левой кнопкой мышки и нажмите, и затем вы увидите меню захвата клетки. Так, ну, нам, короче, нужно вот это, да? Захватить за 40 древесины. У нас древесины гораздо больше, чем 40. Так что все, это наша территория. Мы теперь можем построить ферму. Уход за животными нелегкий труд, но он приносит свои плоды. Только одно здание на клетку. Можем построить поле, но поле, я так понимаю, нам здесь, а я не знаю, нужно вообще. Для выращивания зерна используются лучшие плодородные земли. Обработку зерна можно ускорить ветряной мельницей только одно здание на клетку. Хижина охотника, хижина рыбака. Так, ну, я так понимаю, нам здесь нужна ферма, да? Раз у нас тут все в овцах. Она, причем, столько места занимает, что, наверное, только одну ферму мы здесь и сможем воткнуть. Давайте прямо по центру. Что, кто у нас там без работы у костра трется? Иди строй. Блин, как же игра называлась? Вот у меня на канале, ребят, напишите в комментариях, кто вспоминает. Кто-то похожее, только там всякие викинги такое тоже. Но там тоже захватываешь территории, на разных территориях разные ресурсы. Привлекательность, бонус логово волков, бонус настроения. Я не знаю, нужно ли нам логово волков. Нам, наверное, нужна вот эта зона. Солнечный камень. Так и да, вы его называете. Давайте я, наверное, сразу захвачу. Мне, наверное, сейчас и по квесту дадут, но мне кажется, почему бы мне самому не построить? Слушайте, а где это? Вот здание, которое называлось бы шахта какая-нибудь, ну, я не знаю, золото добывать. Ладно, вот смотрите, здесь, может, я могу вас напрямую отправить добывать? Ну, вроде нет. Мне кажется, им нужна какая-то шахта. Наверное, просто я должен, как бы, это, по обучению получить это здание. А, могу вас сюда, да, отправить работать? Должны же на ферме кто-то работать. Ты тоже иди, я не знаю, сколько здесь народу надо. Двух рабочих нужно? И вроде они здесь уже есть. Ладно, окей. Отлично. Теперь у солнечных есть дома и еда. Продолжайте в том же духе, милорд. Милорд, скоро ночь, а значит на нас будут нападать лунные. Это войны, эти войны помогут нам защищаться от них. Вы можете узнать, сколько время осталось до нападения. Ну, это, я так понимаю, вот это, да, одна минута у нас осталась. Вверху экрана. Монстры будут атаковать из клетки с луной кристаллом. Отправить наших воинов, чтобы защитить на пути от луны кристалла. Так, ну, войны. Где там, где там эта луна, кристалл? Что я должен увидеть? Я вот вижу здесь что-то светится, но я не знаю, это лунный кристалл или нет. Но давайте я сюда отправлю на всякий случай бойцов. Мне кажется, наверное, отсюда и будут нападать. А может быть, это значит что-то другое. Древесина, кабаны. Эта клетка принадлежит... Да, эта клетка принадлежит силам луны. А если я ее куплю? Ну, вот в наглую. А, я не могу ее купить. Наверное, надо сперва ее захватить самому. Ну-ка, а если я вторгнусь на вашу клетку? Что вы мне скажете? Что вы мне сделаете? У нас нападение через 23 секунды. Мне кажется, они прямо здесь будут появляться. Давайте вот прямо в наглую встанем. Потому что если тут будут появляться бойцы и ближнего боя, и дальнего, там какие-нибудь лучники, ну, есть шанс, что мы сразу начнем атаковать их лучников. Это будет как бы выгодно, нежели чем если они появятся здесь и пойдут, и будут держать какую-то линию, лучники в заднюю ветку. Там как бы лучники в тылах, воины впереди. Ну, сейчас посмотрим, как это все будет. Кто-то тут появился. Давайте, ребята, в асист. Вот тебя отвезти, утях, не успел отвезти. Но я старался, ребят, вы свидетели. Мы, по-моему, отбились от первой атаки, потеряли одного бойца, как нубы. Отлично, мы пережили эту ночь, милорд. Но для дальнейшей защиты вам стоит собрать больше воинов. Постройте барак и подготовьте хотя бы 5 лучников к следующей ночи. Но помните, что содержание воинов расходует солнечный камень, и если он закончится, воины начнут терять здоровье. Также вы можете установить башню со стороны нападения, или же окружить наш замок стеной. Так, ладно, понятно. Самое главное, что нам нужен барак, да? И знаете что? Так, ресурсы. У нас появилось много всяких разных всего. Я думаю, нам нужна каменоломня, а может она добывать вот отсюда, каменоломня, или это для другого. Камень крепче дерева, и не подается огнем, но добывать его намного труднее. Что еще есть? Вот, солнечная мастерская, твердый материал. А я могу на паузу нажать, вот пока я типа читаю, чтобы время не тикало. Пропустить квесты. Что здесь есть вообще? Есть пауза. Вот, кстати, откуда нападают, можно прямо посмотреть. Это что такое? Склады переполнены. Постройте дополнительный склад. Склад нам, говорят, нужен. Давайте склад воткнем на вот этой своей первой территории. Есть кто-нибудь, кто автоматом пойдет строить? Нет, надо самому назначить. Ну ты иди тогда строить. Склад, амбар. Извлечь немного силы, света, или использовать как денежную валюту. Я не понимаю, мне здесь надо каменоломню или солнечную мастерскую строить, чтобы добывать солнечный камень. Давайте я построю каменоломню. Хотя, давайте вот так визуально посмотрим. Вот, в принципе, прямо камни, да? Может быть, для них нужна каменоломня, а здесь все-таки солнечная мастерская. Они, видите? Да, они подсвечивают вот эти локации зеленым. Значит, нам нужна солнечная мастерская. Окей. Так, вы, значит, ребята, идите солнечную мастерскую строите. И вот эту клетку мы тоже, наверное, сейчас захватим за 120 древесин и построим здесь еще одну солнечную мастерскую. Где она у нас? Так, где у нас рабочие теперь? Здесь я вижу дровосеков. А есть свободные рабочие? А есть кнопка найти свободного? Выбрать все войска, выбрать всех свордманов. Рабочих прямо я не вижу. То есть здесь двое работают, но оно занято. Здесь два лесоруба бегает. Погоди, а ты куда пошел? Ну, давай, короче... А, причем на эту ферму, на одну идет два рабочих. Ну, иди ты, ты иди сюда золото добывай. Ты, наверное, иди тоже, хотя я не знаю. Ну, ладно, вы пока золото добывайте. Древесина вроде есть. Нам нужно построить казармы. Это у нас войска бараки. А, погодите. Просили лучников, потому что... Да, вот есть стрельбище отдельно. Есть еще осадная мастерская. Просили лучников, так что закажем стрельбище. Рабочие, вопрос такой. Рабочие пять из пяти. Как нам увеличить? Я хочу больше рабочих. Мне пять вообще мало. Мне можно строить новые замки? Нет. А, дома мне надо, да? Дарит ночлег и тепло. Новые. Так, давайте один дом сюда. Могу еще дом. А вот это что? Гильдии строителей. Не знаю, что это за гильдии строителей. Ну, давайте один дом сюда. Один дом сюда. Короче, везде, где можно, строим дома. Причем строить пойдем прямо сейчас. Ты пойдешь сюда. Некогда золото добывать. Постройте сначала нам дома, а потом будем добывать золото. Ты иди достраивай здесь. Рабочие пять из пяти. Сейчас достроят, наверное, сколько даст дом? А могу улучшить дом? Хватит места для еще одного солнечного. Прям улучшить я не могу. То есть просто один рабочий. А, нет, смотрите, рабочих прибавилось прям прилично. Ладно, окей. Это меня устраивает. Так, и бесхозные, они, похоже, просто возвращаются на огонь возле дома. Так, мы, смотрите, мы сейчас сюда отправляем одного золотодобытчика. Сюда двух лесорубов. Да, двух же. Еще один у нас золотодобытчик идет сюда. Все, здесь у нас максимум. Есть еще один рабочий. Давай, появляйся. Сейчас появится, по идее, да? Ты у нас идешь еще добывать сюда золото. Так, ну все, вроде мы сейчас производство оптимизировали. Лучников надо нанимать. Тренировочное место. А нам нужны воины, чтобы нанимать лучников? Они из крестьян делаются или как? У нас просили еще как минимум пять лучников, да, обучить. До наступления ночи. Ну ладно, у нас еще минуты есть, время есть. Да, видели, прям рабочий пришел и стал лучником. А это знаете, что значит, ребята? Это значит, что нам, наверное, нужны еще дома. И нам их тупо некуда втыкать. А, у нас тупо нету древесины, ребята. Древесина, похоже, наше все. Прямо она нам сейчас очень нужна. С едой. Ну, пока вроде более-менее. Хотя сейчас они жрать как начнут. Производится 80, потребляется 80. О, потребляется 90, ребята. Можно как-то улучшить это здание? Добавить еще одно рабочее место. А, за что? За 20. Понятно. Камень нам нужен для улучшения зданий. Ребята, это очень похоже на ту игру, название которой я не помню. Там вот все было то же самое. Только эта, ну, хотя та тоже красиво выглядела. Это такая, ну, она маленько в другом стиле. Но они обе хороши. И, похоже, принцип, в принципе, один и тот же. Так, ладно. Давайте мы вот это захватим. Коровы. Почему не могу захватить? Как бы древесина у меня вроде есть. Что нужно еще? Древесина. Ой, погодите. Может, потому что ночь? Так, погодите. Нам лучники. Где наши лучники? Просили там кто-то пять лучников, да, до наступления ночи. Феост молодец. Феост постарался. Феост построил одного лучника. Сейчас мы нафиг вылетим отсюда, как пробка. Но мы сейчас попробуем подраться, как можем. Там он вражеские. Пока ребята отвлекаются. Мы сейчас, погодите, мы отойдем, отойдем, отойдем. Вы уходите за нами, да, на новой территории? Не знаю, вас бы как-нибудь по одному. Можно вот в этом узком проходе вас зажать? Да, тут, кстати, ребят, можно обузить эту фишку. Там делать какие-то узкие проходы, чтобы драться не с всей толпой против всей толпы. Но все равно, ребят, это как-то... Ааа, страшно. А вы можете как-то отхилиться, нет? Ты так и будешь тут бегать туда-сюда? Ну, с этими справились. Но здесь у нас, ребята... Генерал, отлично, мы пережили вторую ночь. Но каждую ночь луны будет нападать все больше. Блин, да, я, конечно, я пережил, но как я это сделал, вы сами видели. Я не построил этих пять лучников. А что мне не зачли? Одного же лучника я сделал, как минимум, да? Ну, там не написали. А, наверное, он сдох сейчас, потому что... Поэтому его убрали, но, наверное, писали. Нужно продолжать обучать войска. Он уже, как бы, не настаивает, какие именно. Просто продолжай обучать. Так, ладно, давайте я пробегусь. У нас умерли два рабочих с еды. У нас сейчас это... У нас сейчас еда, как бы, она будет в минус идти. И скоро нас вообще наругают. Рабочие 7 из 7. Что не так? Мне кажется, у нас дом пропал. Вот с этой территории. Мне кажется, нам нужно дом построить. Сейчас вот это еще телегу-дерево принесет. Давайте все строим дома. И мне кажется, нам нужна вот эта территория. Потому что здесь... А что мы с коровами будем делать? Есть какая-то ферма? Я не знаю. Может, вам пастбище нужно? Так, это у нас ресурсы. Ну, я не знаю. Вот что с коровами делать? Ферму? Наверное, ферму. Я не знаю, где у нас пастбище делать. Но мне пока что, знаете, мне пока что вообще некого делать. У меня рабочих не хватает. На древесине. Видать, мне не хватает древесины, чтобы все эти здания строить. У меня еще, видите, рабочие уходят сюда на войска. Могу сказать, чтобы... А, погодите. Откуда будут нападать в следующую ночь? Вот отсюда, да? Нам бы в каком-нибудь узком месте встретить. И я даже знаю, в каком. Вот здесь вот на мосту, да, мы можем встретить. И вы, лучники, тоже идите сюда на возвышенность. И отсюда, значит, появляться войска будут вот сюда. Точку сбора, короче, делаем им. Воины потанкуют, лучники побьют. Давайте мы вас так сейчас как бы выстроим. Я не знаю, есть у вас тут холд позишн или что-то в этом роде. Лучники прямо сюда поближе подходите. В принципе, мы можем, знаете, как даже попробовать. Я сейчас попробую одну штуку. Я не уверен, что это будет работать. Но если будет работать, то это будет замечательно. Воинов, как бы, парочку я оставлю вот просто здесь. А одним попробую покатить врага. И чтобы лучники били его с возвышенности. Потому что, ну, по-честному, мне вряд ли сейчас удастся хорошо подраться. Так, еще парочку лучников нанимаем. Даже там, я не знаю, парочку-троечку. Хотя с едой. Еда минус 110. Так, ладно, я попробую построить ферму. Да, видите, мне подсвечивают, что вот коровы, строй ферму. Попробую, конечно. Но мне не нравится строить именно в этой территории. Потому что именно отсюда будут нападать враги. И я хотел здесь кайтить. Может быть, я могу? Древесина есть, да? Нападать будут слева. А я могу? Давайте так. Я могу построить поля вот здесь. Скорость появления солнечных зависит от настроения в королевстве. Чем оно лучше, тем они быстрее появляются. Я вас понял. Могу я пока что отменить эту постройку, нет? Разобрать. За те же деньги, за что и построили. И построить, допустим, вот здесь справа ферму зерновую, да? Так, это у нас ресурсы. Поле. Слушай, нет, поля здесь не надо. А где тогда поля строятся? В какой локации? Я думаю, они бы мне подсветили. Они мне даже так не дают. Поле с пшеницей устанавливается на захваченную клетку с цветами. Понял вас. Охотника здесь. Охотника может быть вот здесь, где волки? Хижина рыбака. Знаете, где хижина... Так. Хижина охотника вот здесь должна у нас строиться. Так, давайте захватим эту территорию тогда, да? Построим хижину... Блин, на хижину охотника теперь не хватает. Но хижина охотника нам, по идее, должна еду дать. Потому что нам еды... Скоро у нас голод начнется и мор. Давайте, идите, стройте, потом сразу работать будете. И нам бы камень добывать, чтобы уже улучшать какие-то постройки. То есть вот эту территорию захватить нужно. Я бы ту же самую ферму улучшил. А, у нас и так на ферме один рабочий работает. Да что ты будешь делать? Давайте быстро пробежимся. Здесь два рабочих на золоте. Здесь два рабочих на золоте. Ну вот что-что, а с золотом у нас полный порядок. Хижина охотников, погоди, построили. Сразу идите сюда работать. Я разве не двоих отправлял строить? Он, по-моему, смотрите, вот этот... А, я хотел сказать, сам пошел работать охотником, а это лесоруб. Так, ладно. Что у нас теперь по идее? Производится 120. Но потребляется всего все равно 130. Мы все равно в минусе. Сейчас, короче, ночь будет через минуту. Переживем ночь, и тогда будем это... Сражаться. Ну, тогда построим вот здесь еще ферму. Просто сейчас не хочу отвлекать. Ну, я боюсь, что я ее построю, на меня нападут и ее снесут. Пока что я лучше лучников найму еще на ночь. Ну что, вы пойдете сюда? Или нужно особое приглашение? Ну, давайте я приглашу. Может, им что-то нужно? Может, я чего-то не знаю. 100 монет нужно? Ну, деньги есть. Еды вот не особо. Они же сейчас голодные рты. Они же сейчас жрать будут требовать. Давайте построим каменоломню здесь. Так, есть там кто? Свободный рабочий. Иди строй. Будем сейчас здесь камень добывать. Так, охотники охотятся. Золотодобытчики добывают золото. Так, все. Ребята, пришла ночь. Надеюсь, ну, это... Никто не сможет нам помочь. Воин, погоди. Пойдем, мы с тобой катить будем. Смотрите, тут уже враги какие-то. Вы видите, да? Вы это видите? Как бы так вас покайтить, чтобы... Нет, да ее... Короче, нифига, ребята. Я... Ну, понимаете, я боялся, что если я сейчас... Вы так долго заряжаете свои арбалеты, ребята. Так, все, убегаем. Убегаем в другую сторону. О, ребята. О, ребята, о, ребята. Ой, ребята, о, ребята. Кажется, наши дни это... Полномочия. Все. А, погоди, отвлеки на себя. Не бейте лучника. Да емае. Короче, все это, ребята, потеряно. А есть какое-то время ночи? Может, я могу кайтить их просто всю ночь? И они мне не убьют никакое здание, а с наступлением солнца они погибнут сами? Есть тут такая фигня? Если есть, то просто идите за этим парнем и в далекие края... Куда здесь можно? Вон туда, на низ потом. Да-да-да. Туда и идите. Ну, вот эти начали нам тут бить лесопилку. Ладно, мы потеряем лесопилку. Главное, чтобы все остались живы и здоровы. Кстати, заметили, да? Рабочие не работают ночью. Они спят. Все, все логично. Эти там нам бьют дом. Эти догнали нашего воина, убили все-таки. Ну, может, я сам виноват. У нас много погибших воинов. Вы можете воскресить их, построив церковь и направив туда рабочего. Но у нас день наступил, ребята. Знаете, что надо было? Надо было просто одного военного сюда ставишь и куда-нибудь в другой конец карты убегаешь им. И никем не дерешься, никого не теряешь. Вот как надо было. У нас, кстати, тут еще новые лучники построились. Но знаете, лучники сами по себе, без бараков, это ни о чем. Но мы сейчас будем строить, конечно же, не лучников. Нам бы это, нам бы ресурсную базу восстановить. Что у нас сейчас с едой? Ну, войны сдохли, да? Теперь у нас хотя бы еды производится больше, чем потребляется. Хоть какие-то плюсы есть. Так, ты, парень, иди дострой здесь здание. Я кого-то посылал строить, но он, наверное, спать ушел, да? А когда проснулся, уже забыл, что ему говорили делать вчера. Наверное, как-то так. Что у нас здесь? О, ребята, у нас пропала лесопилка, да? Погодите, а где нам построить? Это в общих, может быть, дом? Церковь можно... Ну, нету ресурсов. У меня один вопрос. Я лесопилку-то могу новую построить? А вот она. 100 древесины. И что, дом продать, да? Да, наверное, дом продать. Чувствуете, да? Не было дерева, чтобы построить лесопилку. Я уже думал... Ну, знаете, как в многих играх делают? Ну, типа, то здание, которое служит для добычи какого-то конкретного ресурса, оно не требует этот ресурс. Ну, типа, там, хочешь построить ферму, нужна древесина. Хочешь построить лесопилку, нужна еда. Ну, там как-нибудь так придумывают. Но, с другой стороны, все логично. Какую ты нафиг лесопилку построишь, если у тебя нету дерева? Так, ладно. Сколько там осталось? 4 минуты. Какое-то время мы еще поживем, да? Здесь у нас что, достроилось? Давайте сюда двух рабочих отправим. Камень нужно добывать. Что еще нам нужно добывать? Нам нужно еще... На самом деле, я уже не хочу как-то лучников строить. Что-то мне... Не, ну, они, конечно, прикольные, может быть. Но, мне кажется, нам нужны бараки. Осадная мастерская, сдается, мне нужна только... Так, давайте сначала, перед тем, как бараки, вопрос с едой решим. Еще одну ферму здесь строим. Как-то на уголок можно? Так, есть свободные рабочие вообще? У нас, кстати, рабочих 12 из 11 возможных. Это потому, что мы дом снесли. И что, и все прям при деле, да? Все заняты. Давайте мы золото рубанем рабочих, потому что... Да потому, что реально золото есть, а всего остального нету. Здесь у нас работают ребята на каменке? Работают. Так, нам нужно, знаете, что еще, ребята? Еще восстанавливать дома. То есть нам нужны все-таки эти рабочие. Ты построи это, ты построи это. Потом вернетесь к добыче древесины. Нам нужны бараки, опять же. Что здесь, кстати, у вас происходит? Настроение слишком низкое. Здание требует... Ну, так кто бы... Я бы сам был расстроен, если бы это... Если бы мной так неуклюже управляли моим государством. Я бы такой, господи, наша страна обречена. Настроение было бы не к черту. У нас есть армия лучников. А где, кстати, нападать будут в следующий раз? Вот здесь, да? Может, реально построить какую-нибудь там стену? Деревянная башня, ворота, забор. Смотрите, я могу забор. 225 монет. Ну, погодите, они отсюда не пойдут. Они пойдут вот отсюда. Да? Давай построим как не забор. Сначала надо забор, а потом в нем ворота. 225 древесины стоит, между прочим. И, между прочим... Блин, как тебя убрать? Не хочу тебя строить. Вернись просто в меню. Убери. Вот, escape помог. Между прочим, мы здесь рабочих сдернули на стройку. Они вернули на древесину. Это нам сейчас самое важное, что нам нужно. А еще нам нужно рабочих отправить вот сюда, на ферму. Итого, у нас с едой сейчас более-менее производство есть. Но у нас войска не то, чтобы много. Нам нужно гораздо больше еды. Мы можем, кстати, улучшить производство еды вот так. Улучшив это здание и отправив на него нового рабочего. Но рабочий появится не скоро, потому что настроение не к черту у народа. Так, все отлично. Появился рабочий. Здесь у нас теперь их достаточное количество. Знаете, что нужно теперь? Теперь нам нужно построить казармы. Бараки. Вот здесь будем тренировать армию. И мы еще построим где-нибудь... Не построим. Ресурсов нет. Что, рабочий скоро появится новый? Ты золото добываешь? Нет, золота здесь никто не добывает. Давайте теперь еще сделаем, что здесь никто золото добывать не будет. Ну, один у нас... А, нет, вообще никого на золоте не осталось, ребят. Ну, золото у нас какой-то запас есть. Золотовалютный резерв. На случай, если что. Сейчас мне интересно, знаете, что попробовать? Всех военных мы сейчас отправляем сюда. Мне интересно сейчас будет попробовать. Просто всю ночь попробовать это. Убегать. И хорошо бы, чтобы убегал не лучник, а воин. Кажется, лучники у нас не очень бегуны. О, я могу тут, кстати, разных нанимать. Рыцарь, мечник. Хороший урон защита. Двуручный меч. Большой урон, но плохо защищен. Хорошую дальность атаки и может оглушать врагов. Но они стоят, кстати, самый дорогой рыцарь. Наверное, он и самый лучший. У него атаки больше, а здоровье, ну, меньше незначительно. На двадцаточку. Пятьдесят. Давайте наймем мечника. Давайте наймем рыцаря. Хотя рыцарей там как бы побольше. Вопрос в том, кто будет. Погоди, что, уже ночь? Я вообще не готов. И я вообще не готов. Так, погоди, погоди, погоди. Погоди, погоди, погоди. Вот он я. Вот он я. Иди сюда. Эй, ребята, видите меня? Блин, здесь никак не выйти. Я, блин, я опять все, ребят, пропустил. То есть, ну, пока что нам хотя бы получается их вести за собой. Мимо лучников, а лучники стреляются. Но вообще, по-хорошему, так, лучники, все, убегаем. Все, ты, короче, просто можно я вот сюда кликну, вот туда их и веди за собой. Так, вы, ребята, можно от этого, от одного избавиться как-то? Может, вы можете его всей толпой заколупать? Одного-то убьете, а ты это, а ты отвлекай. Теперь ты отвлекай, вот все. Ты отвлекай, а вы стреляйте. Да что ж ты будешь делать? Ты теперь уходи. Вот ты, короче, тоже отправляйся туда, в далекие края. Тут что? Тут парень уже слег. Так, все. Вы, короче, бегите. Бегите просто вот сюда. Они уже вроде на вас загрелись. А ты как бы... Погоди, а ты-то что отвлекся? Я же тебе говорил бежать. Я тогда одного выделил вроде, чтобы остановиться. Блин, я не смог провернуть свой план. Я хотел, ну вы помните, да, что я хотел? А у меня еще 30 секунд. Ну, у нас тут сражения вообще не удаются. Но это понятно. Я, короче, выбрал уровень сложности, к которому я не был готов. Ну, видите, здесь еще как бы пока я обучение проходил, я мог бы развиваться, а не долго там смотреть, какие здесь в игре есть здания, что тут к чему. Я думаю, я думаю, эта игра, короче, потрачена. Надо начинать новую. Но мне кажется, так даже интереснее. В общем, пишите в комментариях, хотите ли вы новый выпуск по этой игре. Здесь ребята в это время нам все здания уничтожают. И я думаю, ну, эту фишку, наверное, реально можно обузить. Вот просто появляется у тебя здесь один воин, появляется толпа врагов, и ты просто берешь воина и говоришь ему, воин, иди вот сюда в этот угол. И все. И они побежали за ним, всю ночь бегут, и до рассвета как бы ты просыпаешься, и у тебя все в порядке. Просто я что-то в этот раз, ну, ворон считал, и вы сами видели, да, короче, не осуществил свою гениальную затею. Поэтому мы не можем знать, удалась ли бы она или нет. Но можно, конечно же, и всякие строить стены деревянные. Да, построил бы вот здесь стену, поставил бы кучу лучников. Пока они ломают стену, не знаю, насколько она прочная, но мы бы могли, наверное, чувствовать себя какое-то время в безопасности. Тем более у нас, смотрите, какая карта. По сути, мы можем вот здесь закрыться, да, стеной. И я не знаю, если они в обход пойдут, то это далеко и долго. Ну, в общем, тут есть всякие варианты. Довольно интересно игра выглядит. Очень похоже на ту какую-то, о которой я помню, только там стены нельзя было строить. А все остальное вроде похоже. Ну, может, еще что-то есть, но мы недостаточно долго поиграли, чтобы увидеть. Ладно, ребят, на этом закончим. С вами был 1101. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok